Площадь у кинотеатра «Искра» превратилась в настоящий славянский базар. Здесь представлены многочисленные достижения русского ремесленного искусства, а колориту всему происходящему придают национальные костюмы. Здесь есть даже блинные богатыри. Масштабные празднования Дня славянской культуры и письменности проводятся в Ленинском районе уже 14-й год подряд. И каждый раз это фестиваль мастер-классов по народным художественным ремеслам России. Мастер-классы – это необычные. Обычно дают взрослые люди. Но здесь это конец года, и в конце года будут обученные дети давать мастер-классы. Чему они научились? Это своеобразный экзамен. Ремесленная слобода гостей из Дубны. Главный мастер – Фадей. Он ловко орудует резаком, хотя, как оказалось, в ремесле своем Фадей не так давно. Но, судя по отношению к делу, надолго. Я начала заниматься резьбой по дереву с 1 сентября прошлого года. Мне нравится, и я занимаюсь по сей день резьбой. И дерево для меня как живое. Таких мастерских на площади множество. Это росписи, кружево, плетение и вышивание бисером, ковроткачество и многие другие. Юные мастера приехали со всего Подмосковья. Ребята приехали со своими педагогами из 24 образовательных учреждений Московской области. Это и Лыткарина, и Балашиха, и Солнечногорск, и Красногорск, и Видное, конечно. По словам начальника управления образования Ленинского района, присутствовавшего на празднике, отмечаемая сегодня дата – одна из основополагающих в истории славянского народа. Это, я не знаю, эпохальное, наверное, даже не революционное, это просто эпохальное событие, которое просто перевернуло весь славянский мир. Славянская и русская культура столетиями шла рука об руку с русской православной церковью. Поэтому 24 мая праздник не только светский, но и религиозный. А и в этот день мы вспоминаем двух братьев – Кирилла и Мефодия. В церкви мы их считаем святыми, мы читаем им молитвы, мы почитаем их как людей, которые не просто создали азбуку и явились родначальниками нашей письменности, но еще и как тех, которые слышат наши молитвы и отвечают на них. В этот знаменательный день для любого русского человека даже погода сделала участниками гостям праздника подарок. День выдался ясным и жарким. Первым за всю холодную весну. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.